Сигнал То есть я не мог сначала придумать никакой шкалы, не могу же я вас с собой сравнивать, потому что для вас вообще факультатив к факультативу Я запомнил прямо эту фразу А я этим занимаюсь уже там 5-7 лет, поэтому, ну, глупо было бы ожидать от вас такого же результата, который я могу выдать сам Поэтому я взял базу ваших работ и, грубо говоря, самая плохая это троечка, самая хорошая это пятерочка Все, что между, это четверочки То есть помните, да, не надо там обижаться, плакать, я не знаю, надо ли вам их исправлять или не надо Но если прямо угорит, то можете попробовать Еще, что меня немного удивило, что перед домашним заданием никто не задал ни одного вопроса Вспоминая себя в студенческие годы, я тоже не мучил преподавателей, потому что, ну, рассказал он что-то, да и бог с ним Дал каких-то формул, я же все равно потом их спешу, какая мне разница, что они там значат Но когда вы пойдете работать, вы непременно столкнетесь с менеджерами, которые будут ставить вам задачи И от того, насколько вы хорошо ее поняли, будет напрямую зависеть результат, насколько хорошо вы ее сделали И менеджеры такие люди, что они редко готовы признаться в том, что они вам плохо поставили задачу Он уверен, что он объяснил все как надо, а вы сделали что-то не то, кто виноват, правильно, не менеджер Так же не бывает, поэтому не бойтесь переспрашивать, и это не то, что ваша ошибка, вы можете плохо понять Все люди разные, у всех разный способ донесения информации, кому-то важно одно, кому-то другого Поэтому погнали, начинаем с умного дома, в порядочку, да, как вы рассказывали, так я вас оценил Оценивал по трем критериям, первый это персонажи, что надо было сделать, да, сделать персонажей, сделать требования и страхи И презентация, соответственно, три критерия, как вы презентовали и что вы презентовали Кто-то, у кого не было презентации, уже примерно подразумевает, да, что там, к чему будет Это да Да Так, смотрите, персонажи умного дома Гик, это вот единственный, который попал прям вообще на 100% Я поверил в него, что будет такой упорный человек, который поставит себе управление умным домом Просто, чтобы, ну, разобраться, что это за фигня Семья с загородным домом, она была бы клевой, если бы вы дожали нормальный сценарий Не то, чтобы мы хотим включить свет на лужаечке Ну, это так себе, один раз побаловаться Но там был клевый сценарий по поводу того, что ребенка они оставили в доме, сами пошли на озеро И надо было копать как раз в эту сторону, как можно больше, что как последить за домом, пока их нет И как его подготовить к своему приезду, там, включить печку, свет, что-нибудь еще Лакшери-мен, которого назвали UX-дизайнером, его мы просто хороним, потому что таких людей нет Тесла, Берримор, это как бы, ну, фантастика, прикольно было обсудить Но если расценивать это как вот, может ли с этим работать дальше, то нет Требования и страхи Вы там местами, когда писали требования, сваливались в интерфейс Этого нельзя делать Я понимаю, что с первого раза этого невозможно не сделать, потому что кто-то его прям нарисовал, аж интерфейс Не то, что там в требованиях упомянуло, а прям нарисовал картинки Но это не очень хорошо Не определились с набором функционала То есть, ну, вы придумали сценарий, но не знаете, что у вас будет, что не будет И страхи там были немного Ну, вот видите, я написал не те Если хотите, потом просто напишите мне прямо в личку, я вам подробно расскажу Чтобы сегодня все занятия на это не потратить И вот, как я уже сказал, ни в одном из сценариев не было преимущества удаленного управления Презентация Ну, вы не очень уверенно рассказывали Я вообще не знаю, насколько вам нужны скиллы вот эти Презентовать кому-нибудь что-нибудь Но все равно, когда-нибудь с людьми вам придется общаться как-то непечально Рассказывать там на работе что-то о своих результатах Это, на самом деле, довольно полезная штука И от того, как весело и задорно вы рассказываете Зачастую будет зависеть результат того, как люди это примут Поэтому тратата 30+. Форма доставки Персонажи Ну, во-первых, давайте начнем сразу с того, что это самый крутой был проект Который вы презентовали Персонажи, я не стал их перечислять Было клево то, что вы понимаете, чем они отличаются К сожалению, это почти не отразилось на требованиях Но с этим можно будет работать В принципе, в требованиях все было хорошо За исключением того, что можно было их чуть-чуть раскидать в криминальные стороны Там, для совсем плохого человека, для совсем хорошего Презентация Супер-пупер Она была красиво оформлена За исключением выравнивания по правому краю Клево, что был анализ конкурентов Ну, вот и оформление то, что я сказал Поэтому это пятерочка, как бы нет вопросов Переводчик Персонажники Девочка с любовью к корейскому Там жизненная ситуация Я, если хотите, потом опять же подробнее вам распишу Она нежизненная То есть такого в жизни не могло случиться Вы ее придумали Это клево детям перед сном рассказывать Но к работе тяжело притянуть Афанасий Там был такой доверчивый тип Который негру давал в руки телефон И пытался попросить его что-то ввести Ну, таких негров надо еще поискать, на самом деле Поэтому тоже Ну, Вера так себе Виолетта, которая в Париже перепутала аэропорты Не могла там попасть никак Она клевая, она вполне годится Требования и страхи Нормик Презентация Была, ну, довольно забавно Смотреть, да, как вы чуть не подрались С милой девушкой Здесь вот сцены что-то Я ей говорю, надо по-другому А я говорю так На самом деле Все это делается, да Для того, чтобы вы в процессе работы в команде Поняли, что есть другая точка зрения На один и тот же продукт Поэтому Четверочка Есть куда стремиться Сканер чеков Сканер чеков Когда я увидел презентацию, которую вы мне прислали Я подумал, что это будет Ну, близко к двум, в принципе Потому что я смотрю Лица взяли такие же, как у меня были в презентации Имена не очень Ну, короче, надо было сделать Ребята сделали Че, отстань, упырь А когда вы рассказывали Я прям кардинально поменял свое мнение Поэтому домохозяечка, да Студент Может быть Но он очень похож на домохозяйку То есть вы прям хотели Надо три Давай придумаем три Взяли домохозяйку Сделали из нее мальчика помоложе Отлично Маркетолог Он прям шикарно зашел Тем, что интерфейс тот же самый Программа та же самая Надо ему совершенно другое И огромный плюс Что вы готовы сами пользоваться этим приложением Что вы рассматриваете сами себя Как одного из персонажей Это прям очень сильно вам поможет в дальнейшем Требования страхи Все вообще отлично Несмотря на то, что меня смутили Эти лица моих же ашотов И когда вы спросили А вот девочка в сети Зачем это надо? Мы не поняли Это, конечно, был огонь То есть надо Если не понимаете Не пишите Стирайте Презентация Говорю Она произвела на меня хорошее впечатление Потому что вы уверены По отделу все рассказали Но минус Вот за то, что вы туда включили все Даже в то, в чем не очень разобрались Билетики на Сапсан Персонажи Гик Ой, смотрите Видали? Я сам то же самое сделал Не переписал с другого слайда Я же нормальный чувак тоже Это, конечно, не про эти персонажи Мне можно Я старый больной человек Перед сном делал Там персонажи были нормальные Они, опять же, не сильно отличались Но трудно сильно отличаться При покупке билета Хорошо, что были люди Которые за годы готовились И те, которые вот прям Сию минуту приспичило что-то купить Соответственно Это отобразилось на требованиях Там было много повтора Такое впечатление Что вот вам надо было написать И раз надо, я напишу Ну вот, видишь А я не понял Это к вопросу о том Что надо пояснять И там задавать какие-то вопросы То есть Я просто, да Отмечаю то, что Дома я еще раз посмотрел Вашу презентацию И отметили Плюс из того, что мне понравилось Про страхи И там какие-то пожелания Это про личный кабинет Что вы придумали Что нужно какое-то место Где можно посмотреть билет Потому что я даже по себе знаю Когда я куда-нибудь еду Я покупаю билет за неделю И потом я через день Все равно захожу Смотрю отправление Еще перед отправкой Поезда три раза Есть такие люди Немного повернутые На пунктуальности Это про меня И клевый кейс Был про розетки Презентация Она мне не запомнилась То есть она была Это факт Все ее видели Но Не могу вас заставить Сделать что-то более эмоционально Плясать, прыгать Показывать мне здесь паровозик Но вот Такое мнение Что я Мне пришлось Короче открыть презентацию Чтобы вспомнить О чем вы рассказывали Хотя вот ребята поссорились Я запомнил Вашу мощь Мы не поссорились Да ладно Вы же дружите Смотри Вы сели в разные углы Аудитории вообще Давайте я вас сажу Кого-то рассаживаешь Кого-то ссаживаешь Итак Четверочка Да я уже показал Надо учиться Мне У меня мама учитель Начальных классов Поэтому возможно это сказывается Генетическое Да Бортовой компьютер Персонажики Блондинку я вообще не поверил Но эта девочка Умерла бы еще до того Как купила машину Реально Вы там так рассказывали Она села А эти три педали На какие мне жать Как открыть ворота Где завести автомобиль Это клево-весело Но нет Реально Она умерла Марат таксист Может быть Но Так с натяжкой Максим Технарь Вот там нормальный чел С которым можно работать Требования и страхи Я не увидел списков Хотя их просил Но Видите Так как у вас было все на бумажках Вы могли спокойно После занятия Взять Записать это в пауэрпоинт Прислать мне Но нет Поэтому их не было Печаль беда Спектакль удался То есть вы Реально Вы хорошо рассказывали Каждый вжился в роль Блондинки Там Максиста Максиста Таксиста Но троечка Да вы понимаете Мафия Это же был хедлайнер Нашей вечериной И Ну давайте я сначала расскажу Там был Максимка Который вот любит поиграть И с телефоном Он убежал на озеро Нормальный парень Хорошо С Владимиром Я почти поверил Сейчас я уже не помню Почему почти Но там были какие-то Скользкие моменты И все было Он прям супер чувак Действительно Который прошаренный игрок Там были штуки Которые из него можно выцепить Что ему важно И за него хорошенько зацепиться Требования и страхов Там на самом деле Были одни страхи и вопросы И Вот один из них Я даже сюда выписал Удобно ли мне будет играть Никто так не думает Ни один человек В голове у себя Не задает себе вопрос Сейчас я открою сайт Интересно удобно мне там будет Или нет Это нереальная ситуация Это очень тяжело На самом деле Ну в это Как сказать Заставить себя так не делать И не писать такие страхи Не-не-не На самом деле Когда я думаю Покупать билеты Через Ажон Или через РЖД Я думаю Блин Я открою РЖД Меня вытошнит И вообще Не куплю никаких билетов Я тебе не верю Что тебя тошнит на сайты Ну возможно Может быть У меня например Есть так называемая Профессиональная деформация Я смотрю на сайт И сначала я вижу Какие-то косяки Которые мало имеют Отношения вообще к делу Когда я смотрю на какой-то Ужасный сайт Просто сразу же Я Я когда начинаю Воспоминать Я понимаю Что я больше не хочу Сюда сходить Это одно Но вот Как страх Удобно ли мне будет Если неудобно То что пора делать И там не было требований Были Вместо требований Были стадии процесса Что вот Кто-то там играет Кто-то что-то еще делает Это немного не то У вас очень клевая команда То есть вы Нормально Все рассказали Про как надо Там вы микрофон Перевешивали Очень все душевно Но огромный минус Что вы нарисовали интерфейс Это прямо Epic fail Не потому что он ужасно плохой Я же его не стал разглядывать А потому что Весь наш курс Направлен на то Чтобы в конце нарисовать интерфейс И чтобы не сделать его плохим Мы рассказываем методики Которые помогут Подкрасться к правильному решению Вы же в принципе Ну в теории Решили что нахрен На эти методики Вот интерфейс Мы же уже знаем Как он будет выглядеть Но Миша Какие персонажи Акстись Вот на три экрана Поэтому троечка Двоек я не ставил Чтобы было что поставить Тем кто никуда не попал И ничего не сделал Да По понятной причине Так Все Переходим к лекции По плану Там Должна быть лекция про людей Но так как я уверен Вам же все равно Какая лекция будет Лекция про людей Должен вести Виктор А Виктор уехал И выкладывает фоточки Из Италии А я про людей Вам мало хорошего Могу рассказать Как вы понимаете Могу Но у него получится лучше Потому что у него Образование Соответствующее Это поэтому Чтобы в Италии Завидно было Да да Чтобы он посмотрел Я бы запомнил Конечно здесь есть Чему позавидовать Сижу рассказываю Люди пришли А он там ходит По этим И фу Поэтому сегодня Мы поговорим Про информационную архитектуру Так смотрите Есть определение Прям информационной архитектуры Что это Структура данных Система наименований Методы поиска И навигации Применяемые в рамках продукта Для обеспечения Эффективной разработки И использования Оно такое Весьма заумное Если посмотреть На схему взаимодействия Человека с продуктом Мы берем Да какие-то Веб интерфейсы Либо интерфейсы Для мобилки То с вашей стороны Как со стороны Программистов Есть какая-то там База данных И то что я назвал Прочей мистикой Я просто не шарю В этом ничего То есть какие-то там Переменные Код Где-то все это хранится Следующая ступенька Есть интерфейс системы И есть человек У которого есть голова У человека в голове Есть своя Информационная архитектура Задача интерфейса Скресить Две штуки вместе Чтобы их не покорежило вообще То есть Чтобы вы могли Донести до человека Свои массивы данных В том виде В котором он готов Готов их принять Я чуть-чуть расскажу Про сначала Ментальную модель То есть Что творится у человека В голове Что это вообще такое И почему Иногда вы видите И вам кажется Что это непонятная хрень А иногда вы сразу Знаете Что вам надо делать Вопрос Что На этой картинке Бяка Давайте еще Версия есть Да не стесняйтесь Господи Называйте вещи Своими именами Кто эта женщина Это женщина Это медсестра Которая себе Адреналин пользует Так Еще есть версии Сама себе Блинку делает Молодцы Так Почему сама Я думаю Чужая рука Еще то есть Кто что сказать Естественное положение Чужая рука Да кто это Господи Перестаньте вы оценивать Что она делает Это Болевюбин Вот Отлично Отлично Ты угадал На самом деле Вы здесь Очень все приличные Либо просто Вам повезло Вырасти В время Когда Наркомания Не так распространена То есть Первое Что приходит в голову Я думаю У многих из вас Это пришло Но просто Вы стесняетесь Это произнести Да Что это человек Наркоман А у нее Как вы правильно сказали Диабет Она ставит себе Укольчик То есть Почему Есть какие-то Стереотипы Потому что Несмотря на то Что вы все И мы все И я тоже Мы хотим Казаться уникальными Клевыми людьми На самом деле Есть набор Базовых шаблонов Которые С возрастом В вас накапливаются Чем старше Вы Тем у вас больше Да Вот эти все клише Штампы Вышла в короткой юбке Проститутка Все же понятно То есть Какой-то предыдущий опыт Формирует Ваши визы И ожидания Того Что происходит В жизни Это Не применительно К интерфейсам А вообще Для любых Жизненных ситуаций Всем Проще В голове Искать Причинно-следственные Связи То есть Вам важно Понимать Что почему происходит Так просто Проще Принимать Картину мира Если вы Чего-то Не понимаете Вы Интуитивно С этим Не согласны И считаете Вы же не можете Как бы сказать Что я не понимаю Я плохой Нет Это значит Либо там Что-то неправильно Происходит Либо объясняют Не так Все дети Они любознательны Они пытаются Что-то выяснить Как что работает Что-то еще сделать Но Со временем Это любознательность Все утихает 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 Старые люди Вообще Они тяжело учатся Их почти невозможно Переучить Они считают Что они уже Все знают Это в принципе Я на себе уже наблюдаю Да сидишь Ну все Я уже все знаю Такая печаль Бида То есть Этот процесс Чем вы старше Тем больше у вас Вот этих ментальных моделей Шаблонов С одной стороны Это хорошо Потому что Голова вмещает много С другой стороны Вас все тяжелее Пошевелить И загрузить вам Новые модельки Смотрите Простое задание Это квадратик Вам надо поделить Его в уме На 4 равные части Халява Кто сделал вот так Прекрасно Видите Как я вас знаю У всех Есть вторые люди Которых поменьше Да Они делают вот так Я так и так сделал Ты гений вообще Но все узнаете Если я вам скажу Да Задачу Разделите Вот этот квадрат На 4 равные части Какими-нибудь Там Десятью способами В принципе У вас уйдет На это 5-7 минут И вы мне Предоставите решение Но Не проблема А суть заключается В том Что вот Моментально Вы видите У вас есть готовое решение Которое шаблоном Приехало у вас Из каких-то знаний Поехали дальше Что это Сегодня вообще Простая лекция Звездочек Молодцы Дальше Давайте Солнце Во Да Отлично Кто слово прочитать может Сопа Сопа Да Сопа Сова Здесь нет букв Но большинство из вас Да Вы можете Спокойно взять И дополнить образ Какими-то своими моделями Из головы Если показать Англичанину Поиграть в задорного Да Тупые бараны Они не смогут прочитать Даже если Сказать ему Что попробуй Прочитай здесь слово Ему придется Там сопоставить Как-то И потом его осенит Но вот так Чтобы он посмотрел И увидел Этого нет Если бы я вам показывал Не поштучно А вообще сразу Большинство бы Не так Быстро Может быть Да Но за одну-две секунды Поняли Что это не набор Каких-то рисунков А нормально Такое слово То есть Что такое Ментальная модель Ментальная модель Это представление Человека об объекте Или явлении Сформированное В его сознании Есть кран Вы с детства Им пользуетесь Вы знаете Как включать Выключать воду В какой-то момент Жизненный Технологический процесс Неумолимо К нам движется И появляются Вот такие краны У которых нет Крутилки Я прекрасно помню Как я первый раз С таким столкнулся И специально Для таких Не очень развитых людей Как я Вешают вот такие таблички Потому что люди Реально не знают Что с этим делать Не потому что Это дичайшая Сложная конструкция А потому что Раньше у него Не было такого опыта Он не знает Как взаимодействовать С этой системой Где сделать потеплее Похолоднее Я до сих пор Боюсь таких кранов Возможно Пройдет лет Я не знаю Там 10-20 Эти краны Заменят Те что с ручками И люди будут думать Наоборот То есть он вот придет В какую-нибудь Староверческую Старобрядческую церковь А там такой кран Как на левой картинке Скажешь Что с ним сделать Я подставляю Руки Вода не течет То есть понятно Что все это Опыт перенимается Поколениями И это ваша база знаний Которая у вас есть Если перейти К интерфейсам Есть Клевая Не клевая Да Когда делали Айпад Когда он появился Все просто часто Приводили это в пример Там есть стандартная Читалка книг И там в качестве Ментальной модели Использован элемент Листания То есть вам надо Просто на айпаде Провернуть пальцем Страницу Это очень просто Потому что все В жизни сталкивались С книжками Знают как их листать Это ментальная модель Которая приехала В девайс Из вашей реальной жизни Они могли сделать Простую кнопку Следующая страница Но этот жест Настолько понятий Интуитивен Что все думают Вау Ничего себе Они сделали листания Магия какая Просто нереально Теперь вы наверняка Слушали Слушали Слышали такое понятие Как интуитивно Понятный интерфейс Этим Не то чтобы страдали Об этом ходят байки Что приходит к вам заказчик Говорит Мне надо сделать Интуитивно понятный интерфейс И никто Особо не понимает Говорят что Интуитивно понятный интерфейс Это сиська мамы Единственная Все ребенок родился Ему понятно что делать На самом деле Все немного сложнее Потому что Если посмотреть На эволюцию телефонов Например Вот когда Я родился И пользовался телефонами Были такие дисковые И были кнопочные Когда появились сотовые Кнопочки переехали Ровно в таком же состоянии На Как сказать Тело телефона Когда придумали айфончик Они сделали Все то же самое То есть Это прямое Заимствование Ментальной модели Когда вы видите Такую клавиатуру Вам быстро И просто набрать цифры Они не сделали По 4 в ряд По 5 в ряд Хотя это бы Сэкономило место И точно бы нажималось И так же удобно Потому что Это Не очень часто Используемый элемент Интерфейс Как клавиатура Большинство звонит Из телефонной книжки Но чтобы вам Не рвало голову В те 2 раза в году Когда вы набираете номер Чтобы вы считали Что вы видите То что Ну у вас нормальный Организм принимает Это как интуитивно Вам ясно Что здесь делать Это звонилка В скайпе Уж где вообще Можно разгуляться Вообще Хоть с клавиатуры Номер набирай Все равно Они оставляют Вот этот Комбинацию клавиц Чтобы вы понимали Что это звонилка Теперь Плохой пример Интуитивный Непонятный интерфейс Это для меня Стиральная машина Мне дофигища лет Я до сих пор Боюсь к ней подходить Ну Утрированно Я знаю Там два положения Тумблера И кнопку вкл-выкл Регулировка температуры А там еще есть 8 миллионов Каких-то этих Позиций И штук С которыми Вообще непонятно Что делать То же самое Можно сказать Про фотошоп Когда вы открываете Нет ощущения Что господи Как здесь все понятно Смотрите Просто рай Наконец-то И в этом нет проблемы Как мы говорили На первой лекции Всему можно научиться То есть вы понимаете Что этот инструмент Вам нужен для совершения Тяжелых задач И эти ментальные модели Вы сами формируете У себя В процессе работы Я вот с фотошопом Когда-то работал Не то чтобы плотно Я брал картинки дизайнеров И нарезал их Для программистов Для имплементации В общем на веб Я помнил там С десяток каких-то Вот таких вот комбинаций Хот-кей Там вот так пальцы сделал Все куда-то сохранилось Расскажу вам примеры Из жизни одноклассников Есть у нас такой раздел На сайте Называется событие Сначала Это такая панелька Наверху Вы нажимаете Из нее вываливается Столбик Что у вас произошло Там пока вас не было Такая в фейсбуке есть Изначально там были Одни оценки То есть Там прилетали вам Пятерочки за фотографии Классики Мы решили Что этого мало Докидаем туда Комментарии К вашим фоткам И вообще ко всем Каким-то элементам То есть Ну разнообразим Жизнь людей Докидали туда Все это Закодили Класс Запустили на людей Они начинают писать Первое что им надо Мне это не надо Не могу найти оценки Моих фотографий То есть Они подумали Что Некоторые люди Что они получили комментарии Подумали Что мы вообще Заменили раздел Не нового добавили А так у них все оценки Уехали на днище Они подумали Что все Пропали все пятерочки Для них это боль Вообще Они годами собирали Эти оценки Куда дели И третий Такой больной момент Не хочу видеть оскорбления Как вы знаете Интернет дело такое Вы в какой-то группе Написали например Дима Билан Упырь И как бы ушли из группы А туда же фанатки Ходят и ходят И пишут Сам ты упырь Да ты что ты добился Своей жизни Соответственно Вы то в группу Не заходите Больше этого не видите Но мы же нормально Потрудились Нам надо было Вам комментарий доставить Мы вам это все Говнецо со дна Подняли И прислали сюда Естественно Люди в шоке У них были пятерочки Мы навалили им Не очень Да Хороший интерфейс То есть В чем была проблема Как мы думали Мы же сначала Ну Мы Как сказать Не могли предсказать Всех проблем Но мы подразумевали Что кому-то Это не понравится И кто-то захочет Иметь возможность Избавиться От этой ерунды Мы предусмотрели Целую схему Отписок То есть Как можно Отписаться От этих событий Чтобы больше Не получать Такого Там была Красивая схема Я нарисовал Как все это делать Но проблема В том Что Как казалось И мы Пытались решить Этими отписками Люди вообще Не пользуются То есть У них в голове Нету Желания Не получать Этого потом Они не хотят Это видеть сейчас У них уже Произошло И Почему я говорю Про ментальную модель Да Помог нам Как всегда Крест Животворящий Потому что Если Вы видите Вот там Маленький треугольничек Нажимая на него Мы показывали меню Про все эти отписки Шматписки Но Мы вспомнили Чем люди пользуются Да И поменяли треугольничек На крестик И по крестику Стали удалять Эти события А потом Уже предлагать Отписку Что-то еще И просто Замена Треугольничка На крестик Увеличила нам Нажатие В три раза Вообще Просто Ну это график Да Нажатие в эту иконку То есть У людей Нету Треугольничка В голове Они не открывают По нему меню подписок Но они давно знают Что крестик Это убрать напрочь И все Они там жмут Как проклятые Удаляют все В принципе Не то чтобы там Рай воцарился Пришлось им потрудиться Поудалять Подписаться Но это такой хороший пример Когда мы сначала Не подумали А потом нормально доперли Как я уже сказал Ментальную модель Можно сформировать То есть Если у вас есть Какой-то интерфейс Вы можете Показывать людям Обучающие ролики Какие-то инструкции С картинками Сейчас знаете Популярно Когда вы запускаете приложение Первый раз он вас ведет Говорит там Шаг один Ты можешь здесь потрогать Вот здесь выезжает Понятно Что кто-то думает Давай-давай Я сам разберусь Для них есть кнопка Пропустить Для особо одаренных А для тех Кто готов Особенно это старшее поколение Да Они нормально Пройдут Посмотрят Есть факт Так называемый Есть И сейчас набирает Обороты Группа в социальной сети То есть Когда люди вообще Не готовы принимать Они идут куда-то Жаловаться Вот их главное Собрать в одно место Там обязательно найдется Какой-нибудь Добропорядочный товарищ Который начнет им всем объяснять Как надо Мы этим Ну не то что пренебрегаем У нас есть такие группы В одноклассниках У меня в частности есть По моему Одному из моих проектов Оксообщение Сначала я сам всем отвечал А потом там набралась Инициативная бригада И они там знают Уже лучше меня Потому что вопросы задают Про весь сайт Как там профиль изменить Удалить все И сидят клей Я иногда пишу Всем там спасибо большое Медаль вам пришлем И они радуют Делают Есть люди Которые делают все Методом проб и ошибок То есть да Вы везде потыкали Вроде как-то понятно Неизвестно правильно или нет Но вроде бы как-то работает На самом деле Это очень хороший метод Проб и ошибок Про него у нас запланирована Тоже лекция Про то как люди ошибаются И как они исправляют Свои ошибки Это не то чтобы пригодится В проектировании интерфейсов Но это просто Интересная штука И бывает Когда есть инструктор И учитель Как вы видели Автобус водить Не отпускают человека одного Ему сажают рядом инструктора Потому что все может случиться Раньше он ездил в этом Как это называется В салоне Теперь сел в кабину И возможно ему понадобится Кто-то Кто рядом Прямо всему научит Ну и как я уже говорил Чем старше пользователь Тем сложнее все это делать Чтобы Это все Что касалось Ментальной модели В голове Да Теперь мы переходим Возвращаемся к тому Что у нас есть интерфейс В который надо напихать Информационную архитектуру Которая есть В вашем проекте Я расскажу вам На примере С которым сталкивались все Вот я нарисовал Это Схема Окея В которую я хожу Каждую неделю Прямо возможно Я не все разделы упомянул Но суть в том Что вот есть вход Вы попадаете сразу В эту зону распродаж И примерно вот так Вот расположены Все элементы Безусловно Они накиданы Не просто так То есть люди Там специальные Мерчендайзеры Кто-то еще Думали о том Что где поставить Чтобы вы максимально Много купили продуктов Потратили денег Все булочную пихают В дальний край Потому что Во-первых Если это своя пекарня Приятно пахнет На весь магазин И вы такие голодные Покупаете больше еды Я когда хожу голодный 100% набираю больше Чем я когда хожу с еды А если сначала поставите В тележке У тебя будет лежать булка Не лучше пахнуть Ну ты представляешь Ты заходишь Тележки во-первых За пределом стоят И там булки навалены Такой Ну кто уже навалил Мне в корзину Это не очень хорошо И ты смотришь Она еще позавчерашняя Такой баааа Нет Может и будет лучше пахнуть Можно ароматизаторы Там пшикать какие-то В этих В обувных магазинах Пшикают все время Чтобы пахло кожей Хотя кожи там нет Но это я могу В отдельной лекции рассказать Как заставить купить Ненужную дрянь Смотрите Что я Я делаю Со своей Как сказать Со своей колокольни Когда я выйду в магазин Сереньким я покрасил Отделы В которые я не хожу Ну раз в год Я туда захожу Там продается Электроника в ОКЕЕ Но мне никогда Не придет в голову Купить там телефон Телевизор Либо что-то еще Но в этом году Я покупал там обогреватель Просто зашел Есть распродажи Купил Нормальный схема То же самое Там с готовыми салатами Какими-то там Пельмешками Да Но это только Меня касается Это не все люди Так делают Есть отделы В которые я хожу регулярно Просто сто процентов Посещение ОКЕЕ Я захожу туда То есть я беру тележку И все время покупаю Какое-нибудь там молоко Булка, хлеб, овощи Все такое Классный схотик Да Два Это не ритм и юмор Это правда Есть желтые отделы В которые я иногда бываю И есть два прекрасных отдела Которые невозможно обойти Это распродажи В которые ты попадаешь моментально И кассы Минуя которые Не очень хорошо выходить из магазина Все вы знаете Что продажи строятся Вот в распродаже продают Все с шильдиками Только сегодня Только скидка По карте И даже если вам это не надо Но вот это Ощущение Что я сейчас сэкономлю Давай возьму Конечно вот этого И перед кассой Вы стоите в очереди Делать нечего Жвачек набрали Классно Так бывает в интерфейсах Фотострана На которой я раньше работал Вы заходите на главную страницу И вам сразу предлагают Прикупить Всякого добра Это наборы Которые вы можете использовать Во внутренних сервисах Просто вам хоп-ап Сразу при входе Выдают Это та же самая Что вот здесь Красная зона распродаж Один в один Я долго с этим спорил Говорил что Блин ну что вы делаете Так же нельзя Но мы посмотрели Люди отлично там покупают Это условно говоря Приносит вот такую кучку денег Мне сказали Если ты дашь решение Которое будет приносить Такую же кучку Мы это убираем Я так его и не придумал Поэтому до сих пор В порядке Все можете зайти проверить Теперь смотрите Люди придумали вот это давно Маркетологи Все кто угодно Вот это Мой сценарий Походу в магазин Ну что влезло на скрин Я все время хожу со списками Я не хожу просто так Потому что Я забуду половину купить Мне жена присылает Я переношу Специальную программулину Потом Перед походом в магазин Я их сортирую По схеме Чтобы мне далеко не ходить Да То есть Тук-тук-тук-тук Вот если увидеть Вот можно поставить рядышком Сначала я иду в детское питание Ты заходишь сразу направо Потом там по нижнему ряду Купил котлу еды Сухофруктов Поперся в овощи То есть у меня нормально Все Есть прям свой маршрут Я не покупаю лишнего Иногда я могу Что-нибудь забыть и вернуться Но суть в том Что я чувствую Прямо себя уверенно Мне хорошо Есть список Есть магазин Вообще отлично У меня сходятся обе модели Несмотря на то Что вот это я обучился Есть иная потребность Приходишь домой Жена говорит Хлебушка купи Понятно Что я не пойду в окей За хлебом Просто потому Что во-первых Надо идти в дальний угол Во-вторых Мне до него надо ехать Там будет очень В общем это иррационально Ходить в окей за хлебом Только если вы не живете Прямо в окей Поэтому у меня есть Маленький помощник Рядом с домом Полушка Но туда я не хожу За овощами За чем-то еще Это почти то же самое Как просто Конкурирующие проекты В сфере интернета Один маленький Он выполняет Одну функцию Для меня Купить хлебушко Другой огромный Мультифункциональный Раньше Раньше Ну лет 5 назад Пытались Например в мобильную версию Запихать все что угодно Просто берут И считалось что Пользователю уже не хватает Усеченного функционала Они хотят Прямо вот есть Сайт одноклассники На вебе В мобилу Пихать то же самое Сейчас есть Немного другая тенденция Например сообщения Все бы вылезали из соцсетей В отдельную маленькую полушку То есть чтобы пообщаться Вам не надо идти В огромный мессенджер Вы открываете маленький Там телеграммчик Ватсапчик Коксообщения Переписались И не надо вам Никаких овощей Фруктов И теперь Ваше приложение Ваше приложение Сканер чеков Мне наверное поможет Разобраться с этим барахлом Но суть в том Что все В какой-то момент Меня накрывает Я думаю что я лучше поеду Короче съезжу в ОК И докуплю Того что мне надо Потому что там другие марки продуктов Я не знаю где они стоят Там каш Выбор в два раза меньше В общем Я наверное Если был бы каким-нибудь Гениальным делателем магазинов Сделал бы их все одинаковыми Чтобы люди приходили И могли спокойно Из одного мигрировать в другой С другой стороны Возможно А? Наоборот Им удобно Чтобы поднимать Да Возможно как раз Кто-то же привык к ленте И они там ходят И в ОК И их сразу накрывает Что нет 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 Не могу Может быть это и хороший ход Но суть в том Что да Для меня С моей уже сформировавшейся Ментальной моделью А я себя отношу К тем людям К которым уже лень Формировать новые Ментальные модели У меня одна есть Она работает Пока мне хватает денег Закупиться в ОК И я там закупаюсь Теперь смотрите Переезжаем плавненько Из магазинов В интернете Но тоже в магазин Есть интернет-магазин Понятно Что вам не надо Там ходить пешком Но там есть Те же самые разделы Друг говоря У вас есть Какой-то каталог товаров Есть раздел поиска С поисковой выдачей Есть карточка товара Форм счастливых покупателей В общем да Я просто вот Какие-то Раздел интернет-магазина Оформил Вот в такие квадратики Понятно Что не каждому Из покупателей Нужен например Форм счастливых покупателей Как мне не нужен Раздел Там вот С электроникой В ОК Я иногда могу Да заглянуть Но нафиг он не нужен Но наверняка Есть люди Которые туда ходят Вам Когда вы формируете Свою информационную архитектуру Какие блоки Где показывать на экране Как глубоко Прятать Вот этот форум Вам нужно Учитывать Те персонажи Которые вы сделали И посмотреть Условно говоря Частотность И востребованность Этого функционала Если мало людей Это требует Вы можете Спокойненько Запихать Это в дальний угол Помимо того Как часто Есть такой критерий Как важно Помните Мы когда рассматривали Интерфейс самолета Там нельзя Пихать все Дальние углы Потому что Вот Если это прям Жизненно необходимо Поэтому аптеку Ставьте мне у входа Вдруг мне плохо будет Я не дойду до выхода То есть С чего надо начать Чтобы вам подступиться К своей информационной архитектуре Вам надо взять И разбить свое приложение На такие же блоки Но не на такие же Да На какие-то смысловые группы Которые вы можете Выделить для себя Например Вот есть интерфейс Сканирования чеков Есть интерфейс Списка Есть интерфейс сравнения Что-то еще Просто объединяйте Какими-то крупными кусками Вот Я назвал это Основными узлами На странице На каждой страничке Потом вы делаете блоки Уже Какие требования То что мы называли требования Купить Сравнить Удалить Какие требования Будут выполняться На этой странице И последним делом Вам надо будет продумать Грубо говоря Навигацию между страницами И все это делается Не от балды А по-хорошему На основе тех персонажей Которые вы сделали К предыдущему занятию То есть вы знаете Что у вас Вот то что я вам говорил Да у вас повторяется Все часто Это на самом деле Вот здесь можно использовать Понятно что Просто всем Надо одно и то же Если это всем надо Это должна быть Легко доступная функция На видном месте Чем ненужнее штука И не важнее Тем пихаем ее В дальний угол Пример Это из каких-то моих проектов Для Фаберлика Мы делали Это одна и та же страница Здесь просто блоки Скомпонованы по-разному Тут нет почти Никакой детализации Просто вот Там выбор товаров Здесь Кто там Мой счет Здесь какая-то Карочка покупателя Что-то можно наверх Внести Что-то в блок Здесь главное Не бояться начать Потому что Ну считается Что в проектировании Один из самых больших страхов Это страх чистого листа То есть Когда вы садитесь Надо с чего-то начать рисовать Вы думаете Блин Чего рисовать Ну вы-то не думали Тогда вы взяли Нарисовали У них можете спросить Как это делать Начать И зафигарить сразу Тут Есть такой лайфхак Чем круче инструмент Рисования вы берете Тем дольше вы рисуете Я все время рисую Вот есть бальзамик Но сейчас я уже Вообще почти не рисую Есть бальзамик В нем можно Аккуратненько сложить Но если я сейчас рисую Я рисую в тетрадочке И ручкой Чтобы карандаш не стирать Потому что Как только вы берете Какой-нибудь фотошоп Скетч вам хочется Надавать Я здесь красный блок Сделал Здесь синий Видите Даже здесь я начинаю Сваливаться Какие-то фиолетовые пятна Хотя этого не должно было быть Это на тронечку работает Дальше Больше Это концептуальное проектирование Когда вы просто С блоками определились В итоге все это вырастает Вот это например Информационная архитектура Взаимодействия Одного поп-апа Поп-ап пополнения счета Где вы можете выбрать Способ пополнения Там отработка Всяких ошибок Я сначала думал Показать вам каркас Из веб-страниц Но вы бы тут Просто ничего не увидели А здесь презентация Хоть может будет рассмотреть Что там к чему относится Соответственно Вот от таких Коляк-маляк В итоге можно прийти К нормальному Детализированному прототипу Но главное Начинать с коляк-маляк А не вот с этого Потому что Как только вы начнете Вот с этого Вы упоритесь И у вас все сломается В большинстве случаев Вы потратите на это время Деньги А потом пойдете К дорогостоящим UX-специалистам Лакшери Берримор Сделай мне Сейчас так все делают Это вводная часть Я понимаю Что скорее всего Не все Что я рассказал Понятно Просто Сила объективных причин Я-то это давно знаю Поэтому у меня Это нормально В голове откладывается Поэтому Важное будет Сразу после перерыва Сейчас мы передохнем А то я что-то уже Заговорился Уже надо было Давно Теперь отдыхать Я вам покажу На примере Умного дома Как зафигачить Всю эту штуку Смотрите Проважное Мы с вами живем В очень высококонкурентной среде К сожалению Или к счастью Чтобы человек Начал пользоваться Вашим приложением Несмотря на то Будет оно повторять Функции других приложений Либо вы придумали Что-то новенькое У него должны быть Прям какие-то Весомые мотивы Это делать Потому что люди Как я уже сказал Довольно ленивые Сами по себе Им лень тратить Энергию на изучение Нового Лень разбираться И если раньше Потихоньку Переходя к умному дому Человек включал свет Нажатием Вот этой пипки На стене То Заставить его Делать это В мобильном телефоне Довольно сложно Если это гик Как один из ваших товарищей Который будет включать Просто потому что Его прет от использования Этих функций Это одно Но например Заставить мою маму Делать то же самое Это немного другое На гиках Много не заработаешь Это проблема То есть любое Какое-то Особенно вот Новое решение Должно давать Человеку новую ценность Либо какой-то Новый способ Решения Существующей проблемы Который Проще Быстрее В общем У него должна быть Прям какая-то Осязаемая выгода От всего этого Происходящего Потому что Например Мало Кому из людей Нравится заправлять Одеяло В пододеяльник Но если сделать Дорогую машину Которая будет Это делать Вместо человека Ее никто не будет Покупать Потому что Ее реально Надо где-то хранить Это надо делать Раз в месяц Там надо Чтобы перешло Что-то нам На качественно Новый уровень Чтобы эта машина Стирала Гладила И вообще И накрывалась Вместе с вами Это должно быть Какое-то Самоодеваемое Покрывало Поэтому Сейчас мы Перейдем К рассмотрению Сценариев Для умного дома И я Потихоньку Буду выводить Список действий Которые я бы Хотел совершить С использованием Приложения Именно с учетом Того Что это Удобней Быстрее Либо как-то Ну в общем Более для меня Выгодно Чем взаимодействовать С объектом Напрямую Потому что Все что было До этого Я как-то делал Справлялся Без вашего чудесного Приложения Попутно Я буду указывать Частоту их Использования Чтобы вы понимали Окей Это или полушка Первый Раздел Это действия В квартире Вот я живу Прямо я рассматривал Свою собственную квартиру У меня две комнаты Кухня Предбанник Никаких наворотов Свет Сигнализация Дымофон Я честно вам скажу Делал это Не к вашему занятию А как я вам уже говорил Я просто делал Прямо за деньги Проект По мобильному приложению Домного дома Поэтому я просто взял оттуда Делал я его Когда у меня еще Помимо Макбука Был нормальный Стационарный компьютер Который надо было включать Там Windows Все как надо Вы включаете И можно сходить На кухню чая налить То есть это довольно такая Нормальная машина Которая пока раскочегарится Вам есть что поделать Поэтому первое действие Включить компьютер Потому что Если я делаю это рукой Мне надо ждать Пока он загрузится И прочухается Я это делал не часто Но вот все равно Мне проще Полежать на диване Это время Чем сидеть рядом с ним Второе Включить телек Я вообще фанат телевизора Я прихожу домой И почти первым делом Я включаю телек Ну с появлением ребенка Это не так Он уже включен Но суть в том Что да Я утром на кухне Говорят Это болезнь социопатов И интроверта В коем я являюсь Так человек ощущает Что уже дома кто-то есть Кто-то разговаривает Не надо самому разговаривать И не так неуютно Если ты живешь один То есть так Вот мы сели Живем на телевизор Разговаривать Уже не надо рассказывать Как день прошел Потому что мне иногда Это тяжело Не потому что я много говорю А из-за своей интроверности Это действительно Мне надо делать часто И иногда мне лень искать пульт Не то что лень А он реально все время Куда-то девается С появлением ребенка Эта частотность Этого действия Вообще возросла У меня один из телек Включается голосом И голосовое управление Уже давно же продвигают Надо сказать Привет, ТВ, включись В принципе, несложная фраза Но я даже при своей жене Стесняюсь иногда это произносить Ну потому что это нелепо Разговаривать с телевизором А телефон Да, особенно Там надо два раза Да, бывает повторить Там можно и каналы Переключать и выключать Но вот это единственное Что я запомнил Потому что он включился Уже мне спокойнее Я могу искать пульт А до этого я же вообще нервничаю Пока он не включен Дальше выключить телек Соответственно перед уходом Да, я выключаю телек Не надо орать А спокойненько там Из коридора выключил Переключить канал Это вообще боль Не потому что мне тяжело На кнопку нажимать А потому что сейчас Все провайдеры телевидения Дают там 100 каналов И если вам надо Какой-нибудь там ТВ-1000 Надо запоминать эти номера Я какие-то три помню Но у меня В комнате один провайдер На кухне другой Номера разные В общем, это информация Которую я не хочу хранить В голове Я хочу знать Что я хочу посмотреть ТВ-1000 Особенно Вот следующий пункт будет А не, не тот Не тот следующий Но Ой-ой-ой Как я сделал Видите, минусы анимации Сейчас дощелкаем До того, куда надо В общем, когда я перехожу на кухню Мне надо смотреть тот же канал Который я смотрел в комнате А его иногда невозможно найти И это немного меня подбешивает Выключить свет в комнате спальни Перед сном Перед уходом Это довольно частотное действие Но сейчас я спокойно делаю Это с кнопки И никаких проблем не испытываю Включить чайник Здесь плюс в том Что ему тоже нужно время на то Чтобы согреться И утром Каждая минута в постели Неимоверно дорога Поэтому его надо включать Пока ты еще не вылез А уже сидишь в своих социальных сетях Тут телефон очень в плюс Потому что я его хватаю Сразу как просыпаюсь Это зависимость Да, я не спорю У меня вот телефон Телевизор Да вообще много Выключить посудомойку Она у меня пищит То есть когда она достирала посуду Она там пи-пи-пи-пи А когда экономичнее стирать? Ночью А ночью она пищит Это вообще бесящая штука Спустя лет пять Жена у меня посчитала инструкцию И выключила эту пикалку Мне почему-то в голову не приходило Что это можно сделать Я принимал это как данность Пищит Поэтому я там ставил таймер Чтобы она пищала примерно в 8 Когда я уже встал В общем, это очень важная штука Бесит меня Опять же, да, это моя квартира Мои боли Поэтому я так эмоционально Вам о них расскажу Выключить стиральную машину Это я на сдачу сюда докинул Так говорю Проект на продажу Действовать надо побольше Понятно, что можно ее не выключать Но почему бы и нет Включить выключенный немой свет Например, в туалете Это не так Сильно относится ко мне Потому что я могу включить свет Во всей квартире Меня это не моторит Но вот мама у меня, например Она за всеми свет выключает везде Поэтому ты опять свет не выключила А ты такой лежишь, как король с дивана Оп, и выключил Видала? Это важно Ответить на домофон То есть я в комнате смотрю телек А он там пиликает Это довольно частая ситуация Тут есть еще один такой аспект У меня в соседней квартире Проститутошная И довольно часто люди ошибаются номером Прямо у меня 17, у них 16 И мне прям надо им сказать Что девочки в соседнем этом Я же культурный человек И кстати, ну они все время Извиняются То есть там Ой-ой, простите, извините Культурные люди, короче, ходят Но каждый раз ходить из-за этого к ним Мне надоело Включить на кухне то, о чем я рассказывал Тот же канал, что и в комнате Нумерация разная Искать долго Это печально все Включить музыку На самом деле это очень редкий кейс Потому что Не знаю почему Никогда мне это не надо сделать оперативно То есть если я ее включаю То я могу спокойно пойти Поставить ноутбук Воткнуть колонки Там просто, видите Очень много действий Которые предшествуют включению На ноутбуке я там нажал Она включилась Это все, что я делаю дома Все, что я смог придумать Да, вот именно с теми С той мотивацией Что мне, возможно, это было бы удобнее делать С приложением умный дом Дальше едем Это когда я вне квартиры Это то, чего вы не дожались Чуваком с загородной дачей Самое важное Это посмотреть, что делают коты То есть они у меня есть Они что-то днем делают Это интересно И с тех пор, как у меня есть сигнализация Она иногда срабатывает И там вам звонят люди из колл-центра Там посылать бригаду Или может там есть кто дома Понятно, что видеокамера решила бы эти вопросы Я посмотрел, что нет Это кот подпрыгал до потолка Все нормально То есть, ну, просто Быстренько помониторить состояние Проверить, выключил ли утюг Это вообще боль Многих людей Говорят, что от этого есть Одна стопроцентная защита Кто-нибудь знает? Вот, правильно Если вы берете утюг с собой Вы всегда уверены, что вы его выключили Но Нет, есть, конечно, да Кардинальные варианты Но они немного не подходят Не гладить там Не включать его никогда Взять чугунный Там нормальная схема В принципе, это не частая проблема И она решается Даже не гениальным утюгом Сейчас точно есть умные розетки Которые ты втыкаешь Она посылает тебе Wi-Fi сигнал Что включено, что-нибудь выключено Может разомкнуть соединение Кайф Выключить там стиралку Посудомойку Да, это если я ушел Но вдруг мне захотелось Там поэкономить электроэнергию Это сейчас за уши притянуто Но вот какие-нибудь англичане Они же там все все экономят Показать друзьям, как это работает Это вот как раз про гика Что я могу камеру показать Включить там свет Полужайку палить издалека Это вот такая Чистая демонстрация твоего могущества Это все, что я смог придумать Для себя Соответственно, есть еще наборы Которые можно объединить в полноценный сценарий То есть у меня же не бывает жизненной ситуации Что мне надо что-то одно Часто я делаю последовательно какие-нибудь действия Например, вот Ситуация первая Утречка пришло Мне надо там отложить будильник Выключить будильник Включить телек Включить чайник Включить везде свет Это просто я все время делаю Вот я встаю Иду из комнаты на кухню По дороге я нажимаю все выключатели Ванна, туалет, кухня Включаю чайник Иду обратно В общем-то занимает какое-то время А так я как будто занят На телефоне Так и все повключал Класс! Если бы можно было кашу еще поставить Варить вообще было бы идеально Соответственно, у меня потребность одна Еще две минуты полежать Все, что мне дает ваше приложение Второй сценарий Это когда приходит жена домой Там, соответственно, надо взять Открыть домофон Выключить весь лишний свет Чтобы не слушать этого Чего он у тебя там включен Ты здесь лежишь Два телевизора работают Все вот это вот И, соответственно, включить свет в предбанник Я так называю место Куда он впадает в квартиру В идеале, конечно, надо бежать встречать Там, снимать пальто Но вы же не всегда можете Вдруг вы по сценарию Пошел в туалет и сидите там Следующий сценарий Это когда вы уходите из дома И вам надо все повыключать Поставить на сигналку Все это сделать Я, так как человек очень пунктуальный В принципе, я выхожу заранее Но иногда бывает, что я вот убегаю Это как раз тот случай Когда не помнишь Ты выключил утюг или нет А так можно, пока ты Стоишь в автобусе Едешь в метро Все выключить Все закрыть Включить И наслаждаться всем этим делом Это, опять же, да Что я придумал себе Про свою квартиру Помимо меня Могут быть еще персонажи Которых либо вы придумали Либо вы опросили То есть вы можете взять И для себя Для своих квартир Для своих девайсов Написать все то же самое Это не сложно Потому что это реальная жизнь Я это делаю каждый день Так можно сделать с любым проектом Вам может казаться Что ну он взял Самый халявный умный дом И сделал Нет Я наспорт сделаю Для любого из ваших проектов То же самое Дополнительные требования Это то, что обычно Приходит от заказчика Либо вы можете Придумать их сами Это как в вашем случае Вы сказали У нас будет камера Киллер, фиша Все такое Окей Заказчик мне говорил Что обязательно надо Делать упор На возможность управления голосом Что вот вы должны Не искать какие-то приборы Включить-выключить А включить приложение управления Нажать кнопочку микрофона И сказать там Выключи свет в туалете И он такой чбэнк погас То есть это то как раз Чего я не люблю Но заказчик сказал Ради бога Дальше Что было важно Скорость выполнения Пользовательской задачи Без использования голоса То есть вам надо Найти нужный прибор И совершить с ним действие Максимально быстро Потому что как только Вы быстрее дойдете Пешком до выключателя Чем делаете это с дивана Вся уникальность И плюсы теряются Совместное использование Микрофона и навигации То есть вы можете сказать Свет Он вам показывает Все элементы Привязанные к этому тегу Предугадывание желаний Это хотят сделать все Когда вот приложение Все про вас знает Прозвенел будильник А оно само взяло И повключало все везде Вам не надо даже ничего делать Или вот он знает Что вы лежите в кровати Такое-то время суток Самое время включать телевизор Для чего все это делается Дальше вы Берете чистый лист Все свои чудесные страхи И придумаете Как сделать информационную архитектуру Как скомпоновать Те приборы Которые я указал С теми требованиями Которые есть Смотрите Я вам покажу два варианта На самом деле их было три Но я вам покажу только два Первый Я назвал его структурированный Когда я взял за основу И сгруппировал Устройства по двум параметрам По типу Это однотипное устройство Телевизоры Приборы освещения Что-то еще По местонахождению Где они находятся В кухне В комнате Где-то еще И есть две вспомогательные группы Вот по табикам я их разнес Это набор действий С группой приборов Каких-то И история действий Просто посмотреть Что я делал В хронологическом порядке Включил свет Надо быстренько его там Выключить Например Соответственно Как я буду решать Свои задачи Вот Надо мне свет выключить Я могу пойти в освещение Выключить свет Надо стиралку выключить Вот она прям тут Где-то у меня есть Видите здесь Все те же что-то Я ничего сюда нового не принес Я взял и просто Расфигачил свою квартиру По этому приложению Я могу прямо взять Каждый сценарий Посчитать за сколько кликов За сколько там Псевдо минут Я до этого доберусь Это очень легко сделать Возвращаясь к каким-то Ментальным моделям Вот эти переключалки Они взяты из айфона И айфон же тоже Да Как там не делал Кнопки вкл-выкл Чтобы не переводить лишний раз Они взяли ментальную модель Которая есть у всех Там эти чудесные тумблеры И зафигачили Есть второй вариант Организации того же самого А вот видите Здесь еще важно Посередине Прямо такой микрофонище Как в этом Как в инстаграме То есть вы можете Нажать на него Произнести слово И магия совершится То есть я в этом экране Взял и учел Все требования И все что у меня есть Грубо говоря Из моих жизненных ситуаций Второй вариант Это умный какой-то вариант Я придумал Табов гораздо меньше Внизу акцент на голос Еще больше Чтобы пожалуйста говорить Есть какие-то настройки Есть вот весь мой дом И тут Вот три большие кнопки Это сценарии Которые три я вам рассказал Их можно сделать больше Первый элемент наверху Это последнее ваше совершенное действие Дальше идут 10 самых часто используемых Что я чаще всего трогаю в квартире Оно висит на первом месте Они же идут Вот похожие группы Как из прошлого варианта Там освещение, телек Если я хочу докопаться До чего-то И самостоятельно И индивидуально Вот два варианта Они не сильно отличаются То есть вам Вы можете придумать Два кардинально разных Можно было сделать Что вот вы запускаете приложение А там А я не буду вам рассказывать Как можно было еще сделать Потому что Вы это сделали за меня Эти два нельзя использовать Вам надо придумать Клевый интерфейс Не такой Я знаю еще два Клевых варианта Если что То есть они есть Надо пошурупить мозгами Как выбрать Остановиться сейчас на этих двух Допустим Вот вы мои заказчики Я вам принес вот эти два варианта Как вы будете выбирать лучший Сейчас я попробую вспомнить Зачем здесь написал Плюс один Новую бонусную программу А скорее всего За это я поставлю Плюс один балл Тому кто придумывает Клевое решение Ну смотрите Есть два варианта Они Хоть бы и немного Отличаются Но отличаются между Как бы вы Как заказчик Принимали решение Какое из них брать Ну смотри В чем здесь будет проблема Когда ты возьмешь фокус-группу людей И будешь их спрашивать Они будут сидеть рядом с тобой А они у себя в квартире Они тебе сказали Отлично Телевизоры есть Помещение Класс Даешь им второй вариант Ой куда ты Че-то я вообще все сломал Даешь им второй вариант Они скажут Ну вообще то же самое Тоже телеки есть Стиралка есть Классно Нет Принять решение же Можно не сразу же А через неделю Вот дайте неделю Попользоваться Ну нет Смотри Понятно Что вы не будете делать Приложения Которые только для меня Это слишком большая роскошь То есть вам надо будет Придумать вот Группу устройств Которые могут быть Людей дома И которые вы можете поддержать Каждый да Сформирует это под свою квартиру Здесь дело в том Что для разных людей Разные варианты Могут быть Более выгодны Либо нет Тут как я уже Просто вам говорил Ну давайте вы еще можете Попридумывать У нас еще 5 минут есть Мне не жалко Ну должны же быть Какие-то критерии Методологии Вот я и спрашиваю Должны же быть Какие-то критерии Видите интерфейс Здесь нечего оценивать Каляки-маляки Ты можешь сравнить С какими-то другими практиками Нет Ты можешь сравнить Сейчас два вот этих варианта Тебе надо Из двух Из двух вариантов Сравнить один Фу Выбрать один И проверить Как каждый вариант Соответствует требованиям Вот Это прям вообще близко Вы берете Все вот эти сценарии Которые я вам писал Ну ладно Сейчас Придется еще раз Все посмотреть Просто пошагово Берете И в каждом из вариантов Смотрите Насколько часто Вы его используете Допустим Частотность Подаете какой-нибудь вес Я не знаю Чем чаще Тем больше множите И Как быстро вы доберетесь До нужного пункта У вас есть полный Вообще список Я вам все перечислил Что я могу сделать дома Вы берете И прямо каждый из вариантов Прогоняете по этому списку Какой покажет Лучшее Время досягаемости Каждого из пунктов Тот и будет лучше У меня на самом деле Расписаны В этой большой презентации По этому проекту Все плюсы и минусы Которые здесь есть Но просто Чтобы вас вообще Не лишать работы Я не стал их А что я Вот как я далеко уехал И так можно сделать всегда И плюс в том Что Почему вы можете это проверить Можете проверить Только потому что Я сначала сделал сценарий А потом нарисовал Вам есть с чем сравнивать Потому что Когда вот Если бы вы взяли Ваше приложение Вы такие Бац Уже и нарисовали У вас сценариев нет Людей нет Вы дали человеку Ну что клево Я бы пользовался Классно А что это было Я вижу картинку Понимаю интерфей У меня так работает голова Тысяча идей Более-менее к одной Зачем вы мне их показали Не знаю Ну вот Плохая команда Наоборот За команду вам там Плюсик стоит То есть понимаете Когда вы создадите Вот наберете Свои квадратики Заполните На экране Раскидаете какие-то элементы Проще всего Взять те сценарии Которые у вас написаны Прямо жизненных ситуаций Которые вы придумали И посмотреть Насколько быстро И хорошо они выполняются И выполняются ли вообще Не потеряли ли вы половину Не добавили ли вы прогноз погоды И курс валют Например Раньше все этим страдали Да? Напихали Вы приходите к заказчику Он говорит А мне надо здесь Еще мою фотографию Хочу на главных страницах Что директор Петров Иван Вы как говорите Ну Петров Иван Вам это не надо Как только вы это ему говорите Как человек Как исполнитель Он не сможет вас понять Если только у вас нет Офигенного авторитета Типа Миша сказал Не будем делать Это чушь Никто кто платит деньги Так не работает Вам нужно будет Обосновать свое решение И здесь Это очень важно И очень клево Вы можете абстрагироваться От себя От своего опыта Сказать Вот люди Которых мы утвердили Они будут пользоваться Ни у одного из них Нет жизненной ситуации Хочу посмотреть в лицо Директору этой компании Как только она возникает Мы вешаем Ваши фотографии Пожалуйста Этим страдают Все большие организации Все вешают Какие-то новости Нашей компании Которые никому Не нужны К сожалению В большинстве случаев Увы И ваши новости Тоже никому не нужны Я вам все Про жизнь расскажу Никому не интересно Понимаете Смотрите Следующий шаг Который После того Как вы Определились С какой-то общей концепцией Что показывать На главном экране Список приборов Список комнат Я не знаю Блин Я сейчас вам точно Все расскажу Что-нибудь еще После этого Вам надо будет Детально прорабатывать Каждую из страниц И тут вы берете У вас уже есть Действия и страхи Вы их просто Переделываете В требованиях страниц Это требованиях страниц Из живого проекта Карточки товара Из страхов Формируются Информационные запросы То есть Что человеку важно знать На этой странице Чтобы принять решение Покупать Не покупать Например Что это за товар Он может посмотреть На картинку Такого Точно Это же Я не знаю Пачка порошка Сколько стоит Кому подходит То есть Можно стирать Тем порошком Мои вещи или нет То ли это Что просила жена Это вообще Очень важно Потому что Я Даже со своими Чертовыми списками Умудряюсь Очень часто Купить не то Сейчас Чаще всего Это происходит В аптеке Когда там Начинается Это вам Для взрослого Или для ребенка И ты думаешь Господи У кого дома Сопли текут Пытаешься там вспоминать То есть Важно понимать Что вы покупаете То что надо Ладно Эти капли стоят 30 рубля Если там Ого-го Купили какую-нибудь Стиральную машину Она для вашей Электросети не подходит Как применять Инструкция по применению Должна быть Зачастую Да Тоже может быть полезна Какие характеристики Потому что Пакетик Тайда На странице Интернет-магазина Выглядит примерно Одинаково Что 200 граммовый Что 50 килограммовый То есть Надо указать Что это большой пакет Это маленький Каков опыт использования Это на самом деле Отзывы людей И здесь Ну есть такая ловушка Вы же все знаете Что любую отзывы Можно купить И я Сам это прекрасно знаю Но я все равно Все время Перед покупкой чего-либо Читаю отзывы Везде Не скажу Чтобы мне это часто помогало Это мне помогает Увериться Что я хорошую вещь Сейчас куплю Поддержка других людей В вашем решении Думаете Хороший телефон Или нет А там все пишут Да отличный Кто-то там пишет Ну вот царапается Потому что нормально Это меня устраивает И если там В моем магазине За углом Это я не помню Как вы говорите А зачем это здесь написано Я тоже не помню Проект древний Скорее всего Там Это был какой-нибудь Тренд-магазин У которого есть Офлайновый магазин Плюс Вот со сделочком Написаны информационные запросы С главной страницы Это чаще всего Вопросы Которые могут возникнуть У человека в интерфейсе В любой момент времени С интернет-магазинами Это всегда Сроки работы Доставка Методы оплаты И как только человек Хочет с кем-нибудь Там сконтактироваться Узнать что-нибудь У менеджера Вам важно Дать ему две возможности Позвонить И написать Есть куча людей И сейчас их становится Все больше Которые Не хотят общаться С другими людьми Голосом вообще То есть Многим Гораздо проще Написать Чем поговорить И есть обратная категория Это как раз Чисто интроверты И экстраверты Экстраверты звонят И интроверты пишут Все очень просто Это работает Не только в интернет-магазинах Вообще Везде В жизни Разработчики Кто-то подходит Говорит Кто-то сидя напротив Пишет тебе В мессенджер Ему проще так Ну сидеть Ты не ходишь В его личную зону Комфорта Он написал классно И действия Которые надо совершить Купить Кнопку купить Показать подруге Почитать отзыв Оставить отзыв Запомнить товар Вернуться в каталог Посмотреть похожий товар Соответственно Вот с этими требованиями Вы можете садиться И рисовать уже Всякие детали Кнопочки Думать о том Где вы разместите Будет у вас здесь Сразу статья Как это использовать Либо это будет ссылка Что здесь важнее И нарисовали Прошлись по этому списку Сравнили Годится Класс То есть все это делается Во-первых Чтобы структурировать Полученные ранее знания Во-вторых Для проверки Чтобы вы ничего не забыли Я не верю И мой опыт показывает Что невозможно Все учесть Если вы все Где-то не записали Даже видите Говорю Мне списков То своих не хватает Чтобы все Всегда заполнить И понять Все время возникают Какие-то дополнительные вопросы Поэтому Чем больше у вас информации Перед тем Как вы сели рисовать Тем вам самим будет проще Не сидеть Тупить на чистый листик А взять и нарисовать То, что надо 20.00 Пунктуальность Как у Бога